Клавдии Николаевне Плотниковой в марте исполнилось 97 лет. До сих пор из памяти ветерана Великой Отечественной войны истерлись тяжелые трудовые годы в тылу. Совсем юной 17-летней девушкой Клавдия Николаевна работала в суровых сибирских лесах, рубила ветки деревьев. Тогда все ушли на фронт, поэтому работать было некому. Трудились без выходных, да и утолить голод было почти невозможно. Все было мороженое, потому что пока везут, а градус 45 градусов мороза, 40, свистки мороза-то тогда были вообще, это было невыносимо, так холодно. Да придешь обогреться негде в палатке. Несмотря на свой почтенный возраст, Клавдия Николаевна хорошо помнит все подробности военной жизни. Часто рассказывает о них своим внукам и правнукам. Члены семьи всегда идут к своей бабушке за советом и помощью. Бабулечка все помнит, все это нам рассказывает, мы это очень ценим. И при своем возрасте, 97 лет, если нужен какой-то совет, мы обращаемся к ней. Бабушка очень мудрая, очень умная и с большим, конечно же, жизненным опытом. Клавдия Николаевна недавно переехала в новую квартиру. И депутат городской думы Михаил Савин впервые поздравил ее с наступающим праздником Дня Победы и вручил ей подарок. Женщина поделилась с Михаилом своими воспоминаниями, рассказала истории из жизни. Это люди, значит, великие, которым выпала нелегкая судьба, жить в военное время. И этим людям мы благодарны за то, что мы живем. Поэтому, естественно, и внимание, и все, что только можно, любая помощь, которая нужна, мы всегда должны оказывать. Для детей войны, тружеников тыла и пенсионеров на округе пройдет праздничная встреча в кафе. С концертом перед ветеранами выступят царовские коллективы. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.